здравствуйте дорогие гости на моем канале сегодня будет маленький рецепт из рубрики что я сделаю из моих заготовок я сегодня в обед быстренько сейчас готовлю у нас по планам будет тарталлинии вот прошуто круто тарталлинии это типа пельмешек итальянский тарталлинии со традициональным шинкен занозу называется это прошуто коту прошуто колбаска или ветчина скорее всего вареная в сливках еще хочу сказать я не повар но хотела бы просто вам донести что я готовлю здесь германии что едят немцы что за блюдо можно приготовить что немцы с удовольствием будут кушать это любимое блюдо моего мужа раньше его часто готовила если честно когда мы танцевали такое очень быстрое блюдо очень легко готовится и научил меня это блюдо куда первых кто меня показал как это готовить это был отец моего мужа это для меня было единственное блюдо которое так скажем с удовольствием у меня на немецком столу я ела хотя это итальянское блюдо что мне нужно почему я сказала это одно из тех блюд которые будут готовить своих заготовок из тех заготовок которые вам показывала прошлый раз мы готовили с вот этим гамюзе брю или вот эти овощные заготовочка овощная из супных овощей здесь лук здесь что-то морковка лук корень сельдерея что еще было пори очень я вот показывал прошлый раз когда я делала котлетки вот посмотрите внимательно я заморозил вот такой кубики взяла и 2 заготовка обязательно подкреплю под видео как где вот эти обе заготовки я делала это вот этот зеленый чеснок это петрушка чеснок и там и паприка и кое-что другое еще есть обязательно посмотрите клеится чеснок теперь ветчина нужно вареная и вот эти сливки или прошуту кота называется у нас сейчас я нагреваю сковородку доливая чуточку где-то ложку примерно оливковое масло мне нужно чуть-чуть кипяченой воды вот эти тарталинки или как называются вот они полу сухие такие знаете они как полу готовы их стоит здесь 4 минут ни одна минута в воде куб варится ну где-то две минуты в соусе варить буду как я их готовлю очень быстро вот меня вот это заготовки 2 есть здесь с 2 сливки 30 процентные 400 грамм на такую большую упаковку нужно чуть больше воды поэтому чтобы это все умело какой-то вкус у меня есть вот эта заготовка поэтому я говорю не судите меня строго кто думает я здесь кушать варю как профессионал нет я хочу вам показать как мы в германии вообще питаемся это не самая здоровая пища которая сейчас делаю но это на быструю руку как всегда мой муж любит сегодня вечером он сейчас приедет после работы и будет обязательно лакомиться этим он любит эту пищу это обед по обедничные блюда не вечернюю еще чину он я с удовольствием такое вот такая ситуация сейчас отправляю пожарить сами саму колбаску шумно будет извиняюсь хотя у меня микрофон друзья все равно будет шумно это нормально когда вы пожаришь что будьте ну вот друзья хорошо жарится это конечно все сейчас она успокоится даст чуть-чуть сок свой даже отправляю сейчас все вот эти ингредиенты ингредиенты опять не могу выговорить слова и дам это все вместе пожарится уже сейчас дает запах если вас нету этого добавляйте просто ложечку уже в воду до долейте чуть-чуть сейчас на следующем буду делать воду могли бы просто воду долить и добрают себе то ложки и ложки 2 на вкус как хотите просто бульона магии или бульонку такой овощной дульон у меня место бульона будет вот эти две приправы они очень дают свой вкус и тоже чуслика полезны скажем так они не искусственно скажем так по вкусу не искусственно соль уже это ветчина имеет хорошего поэтому чуточку придется потом досолить сливки сами сейчас солить не надо вот чеснок с петрушкой хорошо раз поджаривается сейчас хорошенько вместе поджарится буду доливать воды ну вот друзья все растворилось все хорошенько пожарилась теперь добавляю чуть-чуть воды на донышко наша вода мне нужно больше сами вот эти пельмешки или как-то получше боюсь уже сказать правильно ведь получается уже такой соус от того что я здесь растворила свои заготовки отличный такой зелененький соус получается теперь сюда добавляю сливки и потом улучшу пробовать на вкус ну вот друзья сливки закипают я чуточку взяла соли совсем чуть-чуть и ну что я попробую сейчас была совершенно не соленая и чуть-чуть развожу вместе с солью ну вот друзья закипела и что еще могу добавить я обязательно добавляю чуточку совершенно чуть перца я вообще перцем если честно не так часто пользуюсь мне надо новые свои и добавляю мускатный орех чуть-чуть покрошу мускатный орех запотеет не крошится вот это все те приправы которые соль перец и мускатный орех чуть-чуть добавляю плюс вот эти заготовки не дают прекрасный вкус всему сейчас хорошо сливки закипели и сюда отправляю где-то на 3-4 минуты по своей тартаринчики скажем так вот они такие они сейчас настояться в этом соусе и буду сейчас это примерно маленьком огне чтобы не сильно кипело маленький средний такой огонь сделаю сейчас чтобы не сильно кипело 4 минуты дам настояться чтобы это все хорошенько настоялось можно еще даже чуточку воды добавить я думаю что погрузится нет чуть-чуть погрузить сейчас это дам покипеть все что так сами сливки и сама сам соус он будет уж потом такой кремик ну скажем так кремик что он должен сейчас внутри покупаться и покипеть чтобы это все не сильно испарялось вот что добавляю крышку и дам 4 минут все это постоять ну вот друзья все настоялось хорошенько смотрите еще сливки еще не совсем ушли они все это наварилась настоялось и теперь что я сделал чуточку еще посыплю здесь этой приправе которая люблю всегда слегка 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 ну и добавлю свежего лучка с огорода с нашего зеленый лук можно петрушки у меня сейчас петрушки нету у нас были длинные выходные еще не закупалась пока добавляю вкусно вкусный лучок сверху мощь добавить петрушку можно любое зелень добавить к укроп как хотите но лучше петрушка и лук туда подходит по вкусу потому что укроп такой кстати немцы не все любят укроп если честно реально честно скажу что они не все любят укроп мой муж не любит укроп но иногда его допустим очень нужно применять укроп допустим его с рыбой очень вкусно делать а вот по нормальному он не любит его так добавляю зелени и вот реально оставляю зелень наверху вот дорогие друзья надеюсь вам такой приятный обед понравится сейчас возьму свою зеленую тарелочку и слегка с зеленью вместе буду обедать дорогие друзья надеюсь вам понравился такой маленький рецепт пишите в комментариях я не повар не судите строго но надеюсь вам понравился такой интересный рецепт и вы знаете для что для чего моей заготовки все уходит дорогие друзья до следующего раза увидимся в следующем видео пока пока а 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